Привет всем рыбакам! С вами путешествующая программа особенностей местной рыбалки. Во время нереста мы уже по традиции удаляемся от наших водоемов и ловим рыбу где попало. А попало в Хорватии и в Коста-Рике. Партнеры программы Одинвермаг Цвет, торговая марка Арго и торговая марка Айсберг. Поехали! Продолжение следует... Слово «глобус» может вызывать разные ассоциации. От футбольного мяча до модели мира, в котором мы живем. У наших друзей Владимира Черного и Александра Сорокина глобус – это не символ. Это метод пользоваться миром так, каким самим нравится, чего и вам искренне желаем. Так или иначе, мы используем хоум-видео вышеназванных товарищей уже по традиции, потому что пока наша рыба спокойно размножается, потревожим заморскую. Эта рыбалка связана с рыбой-парусником за тысячи километров отсюда в стране под названием Коста-Рика. Коста-Рика Продолжение следует... Через беда! Иди! Готов! Готов, ты можно! Готов! Готов! Готов, готов! Стояние! В глаза? Готов! следующий эпизод не заставил себя долго ждать в чем вы сейчас и убедитесь вообще говоря рыба парусник является самой быстрой рыбой в мире она способна развивать скорость до 100 километров в час рекорд же составляет 109 километров в час он был зафиксирован на рыболовной базе лонг ки в штате флорида сша свое корабельное название рыба получила благодаря огромному спинному плавнику напоминающим парус на первый взгляд может показаться что это один сплошной плавник но это не совсем так он состоит из двух частей первая представляет собой самую высокую и длинную часть плавника идущего практически вдоль всей спины а вторая более короткий и низкий плавник расположены на хвостовой части тела высота плавника может превышать высоту самого тела практически в два раза эти рыбы могут достигать внушительных размеров например взрослые особи вырастают до трех метров и весят около ста килограммов длина же молодых особи составляет полтора два метра при весе в 25 килограмм интересно что у рыбы парусника отсутствует плавательный пузырь дело в том что при столь быстрых передвижениях этот орган являлся бы помехой все системы газообмена при таких скоростях не смогли бы обеспечить ему необходимое для плавания давление их отрицательная плавучесть компенсируется особенностям строения тела и мышечными усилиями особенно хвостовой части во время охоты на рыбу парусник убирает свой спиной плавник специальное углубление на спине таким же образом прячутся другие плавники образуется вот такая обтекаемая торпеда легко разгоняющаяся до высоких скоростей при резких поворотах парусник использует свой плавник в качестве тормоза еще одна отличительная особенностью рыбы является ее удлиненная верхняя челюсть она придает паруснику сходства с рыбой мечом и марлином такая пика выполняет две функции создание турбулентных завихрений для скоростного передвижения и прекрасное орудие во время охоты в их основной рацион входит некрупная рыба сардина макрель скумбрия помимо нее они питаются ракообразными и головоногими моллюсками эти рыбы очень плохие родители они вообще не заботятся о своем потомство может быть поэтому они очень плодовитых самка за один нерест может отложить до 100 миллионов икринок но большая часть их погибает и кроем мальками любят полакомиться более крупная личная рыба обитают рыбы парусники в центральной и восточной части тихого океана и в индийском океане наибольшей их численность наблюдается как раз у берегов коста-рики где разрешено проводить спортивные турниры по ловле этой рыбы конечно парусники находятся под охраной закона этой страны и их отлов строго контролируется но хочу обрадовать всех любителей животных пойманную рыбу после замеров и фотосессии отпускают обратно в воду наверно самым известным и заядным любителем такой рыбалки был эрнест хемингуи в его честь даже были названы ежегодное соревнование рыбаков любителей проводимые в гаване вот на такое животное и пошли наши рыбаки и как вы видите не безуспешно итак началась охота была шикарнейшая подтяжка длительная ну а теперь хорватия и рыбалка на адриатике международная ассоциация спортивного рыболовства признает синего тунца а именно на него мы и вышли сильнейшей трофейной рыбой в москвой рыбалке класса big game он достигает длины более 4 метров и веса до одной тонны молниеносно атакует приманку и с огромной силой рвется на глубину оказать ему сопротивление настоящий вызов со стороны рыболова выдержат ли снасти экстремальную нагрузку хватит ли рыболову сил конечно трофей класса 2xl весом 300 килограммов более останется для многих лишь мечтой чтобы добыть такую рыбину придется потратить много времени сил ну конечно денег а вот экземпляры класса xl более реальных и за ними совсем не обязательно ехать слишком далеко в этом мы убедились во время поездки в хорватию не надо александр у нас сегодня герой поздравляем с прекрасным александр пожмите руку синий тунец наиболее крупным в своем семействе это одна из самых быстрых и идеально раскрашенных под среду обитания рыб в мире она имеет обтекаемое торпедообразное тело буквально созданное для того чтобы развивать запредельную скорость и выдерживать большие нагрузки тунец будет помедленнее рыбы парусника но скорость 70 километров в час тоже впечатляет из достоверно пойманных и измеренных экземпляров северной атлантики самый длинный имеет размер 459 сантиметров а самый тяжелый добытый в 1979 году в канаде заставил стрелку весов остановиться на отметке 1496 килограммов столик столик